Ну, и моя любимая раскладная сушенка. Эффектное и довольно бюджетное исполнение перегородки. Важным принципом хранения в ванной для меня осталось. Не бойтесь рисковать, не надо тратить нервы и пытаться довести это все вот до идеала. В зоне ванной мне очень нравится пропорция этой плитки. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки. Теперь мы переходим в ванную комнату. Хочу обратить ваше внимание на порожек, который был необходим при согласовании перепланировки. Но и уже выполнил свою первичную функцию. При затоплении квартиры он не позволил в полном объеме в воде вылиться на наш прекрасный паркет. Плитка в санузле продолжает мотивы из прихожей. И также составлена из других цветов с разбивкой в более светлом исполнении, для того, чтобы не перегружать пространство. На стенах у нас также плитка. Как вы могли заметить, она не сделана до потолка, на чем мы, в общем-то, и сэкономили. И краска водоэмульсионная, моющаяся для ванных комнат, тоже справилась с потопом. Плотеносушитель у нас водяной, в белом цвете. Здесь сделаны фальшпанели, которые не мешают дверце открываться. За этой стеной у нас расположилась инсталляция для подвесного унитаза. Также гигиенический душ скрытого монтажа. А над инсталляцией организовался люк с технической гребенкой, доступом ко всем счетчикам. Ну и дополнительное хранение. Мы намеренно отказались от ванной в пользу душевой. И как эффектное и довольно бюджетное исполнение перегородки, использовали стеклоблок. Что, во-первых, красиво и функционально, а во-вторых, также относит нас в 60-е годы. Что было весьма популярным в то время. Душевая у нас выполнена посредством поддона. Это также было необходимо для согласования. Накладная душевая стойка с тропическим душем и ручной лейкой. В зоне душевой уровень плитки мы сделали на высоту 2 метра. Так же, как и перегородка, что не позволяет воде попадать на окрашенные стены. Здесь крючки, на которых располагаются полотенца. Стиральная машина у нас встала под столешницу, за счет чего высота получилась довольно большой, но удобной. За счет того, что раковину мы сделали полустраиваемую, и ее высота не такая большая, как у накладной. Пользоваться ей удобно даже невысокому человеку. Ванная комната была установлена раздельной, стал совмещенной. Здесь я построил инсталляцию. Внутри ее будет еще водонагревательный бачок на случай отключения воды. В этой зоне столешница с умывальником и огромная душевая зона метр на метр, что самое главное, я считаю, для комфорта. Несмотря на то, что кухня отгрызла у туалета целый кусок под холодильник и шкаф, здесь достаточно места осталось для умывальника и встроенной в нишу под столешницу стиральной машины с сушкой. Вот такое необычное зеркало, шкафчик металлический, светильник, ну, такое своеобразное получилось пространство. И дальше идет душ, который у нас очень просторный, метр на метр, даже метр с небольшим в глубину. Огроженную вот такой симпатичной шторой. Рядом шкаф-колонна с корзиной для белья и ящиками для разных хозяйств. Электрический полотенцесушитель. Такой вот симпатичный унитаз подвесной с инсталляцией. Душ-биде. И такой вот шкаф, где находится еще встроенный электрический обогреватель на случай отключения горячей воды. Ну, и моя любимая раскладная сушилка. Если какие-то вещи нельзя сушить на горячем полотенцесушителе, то можно их повесить вот сюда. Эта стена, как вы видите, она такой осталась натуральной. Просто немного подровняли кирпич и покрасили воду мальсионной краской. Ну, и обязательный элемент комфорта в ванной – это теплый пол. Вот здесь находится выключатель с регулятором и вся поверхность подогревается. Мы попадаем в нашу ванную комнату. Она тоже, как и вся квартира, очень маленькая. И, конечно, самым ключевым решением здесь было поставить душевую кабину вместо ванны. Мы вообще небольшие любители принимать ванную, поэтому это решение не было для нас каким-то мучительным и долгим. Благодаря тому, что здесь душевая кабина, нам удалось также разместить в маленькой ванной комнате еще и стиральную машину. И над стиральной машиной мы сами сконструировали вот такие полки, в которых хранится всякая бытовая химия, порошки и так далее. Что еще важное и какое открытие для себя я сделала с появлением вот такой открытой зоны хранения в ванной – это то, что здесь можно спокойно размещать, например, полотенце и вообще все, что угодно, что нужно использовать именно в ванной. Важным принципом хранения в ванной для меня стало то, что я расположила здесь все предметы, которые в этой комнате используются. Например, до этого никогда раньше у меня полотенца не хранились в ванной, а это оказалось очень удобно. Я их просто беру, когда нужно, меняю, это все моментально происходит и не нужно ходить в другую комнату, где полотенца хранятся. Раковина у нас здесь накладная, маленькая тоже и под раковиной столешница с пустым пространством, под которым располагается как раз корзина для белья. Очень удобно стирать вещи, ты просто вытаскиваешь их из корзины и кладешь в стиральную машину. Что касается душевой кабины, это самый маленький формат из возможных, она вот такого округлого строения, то есть из нее мы вот таким образом выходим. Здесь тоже было важно ни справа, ни слева, а именно чтобы вот так вот прямо выходить. Но это все на самом деле оказалось не так сложно, все это сконструировали. Поддон здесь тоже пришлось сделать самостоятельным строителем, то есть это строительная конструкция из мозаики собранная. Далее здесь у меня небольшое тоже зеркало, зеркало осталось от предыдущих хозяев, я его сама задекорировала, выложила канатами, приклеила и получился такой вот формат зеркала для ванной комнаты небольшой. Унитаз навесной с инсталляцией, здесь расположен короб со всеми необходимыми коммуникациями и также здесь расположены все трубы, горячая и холодная вода и так далее, тоже удобно. Вот здесь располагался водяной полотенцесушитель, занимал очень много места и невозможно было спланировать ванную так, чтобы умещался унитаз рядом с ним, поэтому мы его при строительстве спилили и убрали и повесили вот сюда электрический полотенцесушитель. Маленький, компактный и также удобное решение это выйдя из душа сразу иметь возможность протянуть руку к теплому полотенцу. Поэтому ставьте полотенцесушитель рядом с душевыми кабинами и ваннами, это очень приятно. Сценарий освещения здесь только один, это потолочные светильники, здесь не требуется много вариантов, поэтому он нас вполне устраивает. А также, как и в любой старой квартире, здесь было расположено окно на кухню, которое давало в дневное время освещение в ванную. Если честно, до последнего за него боролась, потому что очень-очень люблю эти такие вот моменты ностальгии по старой бабушкиной квартире. Но, к сожалению, из-за того, что здесь душ, пришлось его заложить и убрать. Жалею, но вот никак не получилось сохранить это окно. Из отделочных материалов здесь абсолютно белая без колеровки краска водоотталкивающая. Плитка только в зоне душа и вот здесь вот половинка над раковиной. Ну и керамогранит, единственный керамогранит во всей квартире только здесь. Теперь мы в санузле. Что тут особенного? Все оставили как есть, что касается стояка для полотенцесушителя. Просто покрасили трубу, навесили, соответственно, новый полотенчик. Повесили полочки. Отделка у нас, продолжается философия с историей, просто все ободрали и покрасили. Собственно, здесь так и сделано. Единственное, что вокруг ванны мы выложили плиткой и отбили ее вот таким вот деревянным бортиком в цвет стен. Разместили здесь полноценную стиральную машину. Из-за этого у нас чуть завышена столешница и раковина. Но, судя по обратной связи, это вообще никак не дискомфортно. И вот эти вот условно там в районе 10 сантиметров особо ни на что не влияют. Если выдвинуть стиралку, у нас появится доступ к коммуникациям, которые находятся под ванной для какой-либо ревизии. Здесь, собственно, где ввод всей воды и канализации, мы установили инсталляцию. Просто ее обшили, повторюсь, все те же обычные материалы с рынка. Это просто мебельный щит. Это просто поганаш из реек, которые аккуратненько нарезали, приклеили, потом все покрасили как бы в цвет. Внутри у нас спрятаны коммуникации, то есть это ввод холодной и горячей воды, фильтр и можно подключать бойлер опционально. Ну и, соответственно, здесь хранятся там порошки и прочие такие вот хозяйственные истории. На полу у нас керамогранит. Во всей зоне, где есть керамогранит в квартире, сделан теплый пол. Он разбит на три части. Это ванная, прихожая и зона кухни. По плинтусу у нас здесь также просто деревянный поганаш. Тоже покрашен в цвет стен. Дверь у нас выкрашена в цвет коридора. Столежка, опять же, просто это мебельный щит. Подвесили на кронштейны, усиленные к стене, установили раковину. Так что, такая вот. Простые решения, такие как, например, вот джут просто из строительного магазина превратился в ручку. Так что, пользуйтесь. Не бойтесь красить, не бойтесь кривизны. В общем, не бойтесь рисковать ремонт. И не надо тратить нервы и пытаться довести это все вот до идеала. Теперь мы попадаем в наш санузел. Здесь я использовала классическую прямоугольную белую плитку. Мне очень нравится пропорция этой плитки. При том, что санузел небольшой, его удалось разделить на две части с помощью разного цвета затирки. В зоне ванной я использовала синюю затирку. Точно такую же, как на фартуке на кухне. Вообще, как вы заметили, синий цвет проходит линией через всю квартиру. Он встречается в каждом помещении достаточно нюансно, но при этом добавляет цвета. На полу и на экране, который закрывает ванную, использован такой же темно-серый керамогранит, как на кухне и в коридоре. Также здесь присутствует лючок спрятанный. С помощью него мы имеем доступ к коммуникациям. Раковина круглая на столешнице из МДФ. И тумба для хранения мелочей. Над круглой раковиной висит шарообразный светильник. Они составляют друг с другом некую пару. Кстати, точно такой же светильник вы можете найти на Marketplace in my room. Зеркало специально сделано до потолка, чтобы увеличить высоту этого помещения. В сантехнику я использовала акцентную черного цвета, так же, как и многие детали в этой квартире. Лючок открывается с помощью пуш-механизма, и мы имеем доступ ко всем коммуникациям. Также здесь водяной полотенцесушитель. Потолок здесь натяжной и два сценария освещения. Это базовые точечные светильники и вот этот шарообразный светильник над раковиной. Продолжение следует...